В эфире телеканал Абрянская губерния, программа «Включайся», которую сегодня вечером для вас проведут Оксана Измерова и Александр Карпенков. В ближайшие полтора часа всё самое интересное о жизни страны и нашей области. Здравствуйте! На календаре 7 августа, друзья, сегодня свой день рождения отмечает кинорежиссёр. Великий, любимый, ну и ужасный, как называют КВНщики, этого человека Юлий Гусман, а также американский актёр Дастин Хоффман и, признаюсь откровенно, один из моих любимых актёров Стас Садальский. А между тем в городе и области стартовал сезон продажи арбузов. Уже довелось попробовать? Да, арбуз в его стандартном проявлении, кругленький в полосочку, мне уже удалось. Уже попробовал. Да. Я надеюсь, что когда-нибудь, друзья, мне удастся ещё отведать и квадратный арбуз, ведь в настоящий момент селекционеры уже выявили такой сорт арбуза. Ну, как раз я думаю, что сделано это было для удобства транспортировки. Ну, а между прочим, в 8 столетий тому назад, когда их у нас ещё не выращивали, арбузы до царского стола добирались неделями, при этом успевали испортиться. Тогда их мякоть варили в сахарном сиропе, добавляли перец и получалось экзотическое блюдо. Боже, насколько оно экзотическое! Ну, не думаю, что в моём случае до этого дойдёт. Друзья, самое главное, чтобы в них не было нитратов. Ну, ведь уже на календаре августа, надеюсь, что они сами в состоянии сейчас вызреть и в своей полной красе, аромате и сладости быть на нашем столе. Кстати, очень часто встречается при покупке овощей и фруктов, что в них бывает достаточно много нитратов. Давайте-ка разберёмся в самом главном овоще Брянской области, в картофель. Насколько часто в нём встречаются нитраты? Это испытательная лаборатория, где ежедневно исследуют сотни партий продукции. Новейшее высокоточное оборудование позволяет проверить её на остаточное содержание пестицидов и нитратов. Весь картофель с брянских полей также проходит тщательный контроль. Оборудование, которое позволяет достаточно точно и много достаточно пестицидов, определять в одном анализе. За последние два года, это 2016-2017 год, в пробах картофеля не было обнаружено остаточное количество пестицидов и содержание нитратов не превышали норму. Кроме химических исследований, всё, что растёт на брянских полях и должно поступить в продажу, ежедневно проверяется на наличие карантинных вредных организмов. Каждая партия должна получить карантинный сертификат и сертификат пищевой безопасности. Мы проводим постоянно фитсанитарный мониторинг данных участков картофеля, постоянно проводим обследования. Я заверяю полностью и с уверенностью, что карантинных вредных организмов на территории Брянской области в данных партиях картофеля обнаружено не было. Сотрудники Россельхознадзора отмечают расширение перечня продуктов, которые поступают на исследования. Результат успешной работы программы по импортозамещению. Картофель и другие сельхозкультуры активно закупают многие регионы России. Растёт и экспорт брянских продовольственных товаров. За пределы Российской Федерации на экспорт было отправлено более 4 тысяч тонн картофеля. Картофель отправлялся в такие страны, как Молдавия, Абхазия, Азербайджан. Весь данный картофель проходил фитосанитарный контроль. Ни в одной партии карантинные вредные организмы выявлены не были. Что говорит о том, что фитосанитарное получение картофеля Брянской области подтверждается как фитосанитарными сертификатами, так и карантинными сертификатами, которые выдаются при перемещении картофеля за территорию Брянской области внутри Российской Федерации. Все, кто сомневается в качестве продуктов, могут потребовать у продавца сертификаты, подтверждающие их безопасность. При упоминании о том, что в продукте может быть много нитратов, признаюсь откровенно, мне становится не по себе. Нитраты – это соли азотной кислоты. Недавно учёные выяснили, что они тоже нам нужны, но в разумных количествах. С помощью оксида азота организм борется с альмонеллой, герпесом, хеликобактером. Молекула оксида азота расширяет кровеносные сосуды и снижает давление. Очень много нитратов содержит в себе зелень, орехи, и как бы это казалось не парадоксально, но вода. Вредны для организма преобразования нитратов ядовитые нитриты. Их много в повреждённых овощах. Быстро они образуются в приготовленных салатах. Вот почему диетологи рекомендуют употреблять салат не позже, чем через час после приготовления. Особый признак отравления именно нитратами – это увеличенная плотная печень с болезненными ощущениями. Кстати, при обыкновенном отравлении несвежей пищей с печенью такого не происходит. Наша коллега Татьяна Глазова отправилась в больницу и поговорила с доктором о ещё одном заболевании печени. Если раньше считалось, что гепатит С – это ласковый убийца, на сегодняшний день это управляемая вирусная инфекция, которая на самом деле в более чем 90% случаев при проведении противовирусной терапии приводит к выздоровлению наших пациентов. Существуют разные виды лечения, как от простых интерфероновых препаратов, так и пигелированных интерфероновых препаратов. А на настоящий момент уже существуют препараты непосредственно прямого противовирусного действия, которые практически не имеют побочных эффектов. И очень эффективны, их эффективность доказана, уже имеются сроченные результаты. Действительно, вирус не возвращается. То есть мы умеем теперь лечить гепатит С. Препараты, которые мы сейчас используем, они стабилизируют состояние пациентов, но порой это полужизненные показания для приема этих препаратов. Однако для гепатита АБ существует очень эффективная профилактика. Это вакцины, которые назначают детям при рождении в первые же часы. Взрослый может получить также вакцинацию трехкратную в своей поликлинике по месту жительства, и это оказывается действительно очень эффективным средством. Раз в 10 лет необходимо проводить ревакцинацию гепатита АБ. То есть те дети, которые были привиты при рождении, к 10-15 годам они уже должны получить повторную вакцинацию. Всех призываю максимально привиться от гепатита АБ, как в детской, так и взрослой населении, потому что эффективных препаратов от гепатита АБ действительно не существует. Во всех ли случаях назначается терапия? Существуют ли противопоказания к лечению? Противовирусная терапия назначается не всем пациентам. Показана терапия в первую очередь тем, у кого фиброз печени не ниже второй степени. Те, у кого фиброз 0,1, порой низкая вирусная нагрузка, в таком состоянии они, во-первых, не могут заразить своих близких, не представляют опасности для окружающих и для себя самих. В таких случаях, как правило, люди живут с вирусом в таком благоприятном симбиозе, скажем так. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы есть диагноз, можно лечить, но по всем стандартам, Всемирной организации здравоохранения, по нашим стандартам в первую очередь подлежать терапии только те лица, еще раз повторюсь, у которых фиброз не ниже второй степени. Необходима ли специальная диета для больных гепатитом? Можно ли заниматься спортом? Вообще, как меняется образ жизни людей, страдающих этим недугом? Конечно, для наших пациентов очень необходимо соблюдать еще диету, исключить жареную, жирную пищу, острую, копченую. Но в первую очередь для наших пациентов очень важно исключить алкоголь. Доказано, что алкоголь способствует репликации вируса и ухудшению состояния пациентов. Когда алкоголь попадает в печень, клетки печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями. Распухшие, ожиревшие, бесформенные клетки погибают. Начинается жировое перерождение печени – гепатоз. За ним приходит цирроз. За ним – рак. Береги себя. Может ли женщина, больная гепатитом, родить здорового ребенка? У женщины, больной хроническим вирусным гепатитом, как правило, рождается здоровый ребенок. Вертикальным путем передачи заражается лишь только 1% детей при наличии заболеваний плаценты. Если же с плацентой плацентарной достаточности нет, то ребенок, как правило, рождается здоровый. Как в случае постановки диагноза гепатит уберечь родных и близких от этого заболевания? Дело в том, что гепатит C не передается ни при рукопожатии, ни при использовании одной посуды. Это все-таки тот гепатит, который требует непосредственно контакта с кровью. Причем контакт этот с кровью должен быть в достаточно большом количестве. Поэтому, если вдруг окажется, что среди ваших родственников либо у вас есть гепатит C, не бойтесь общаться со своими близкими. Заразить вы их при этом практически не можете. Саша, а знаешь ли ты такой народный праздник, в котором ночь накануне превосходит сам праздник? Ну, конечно, знаю. Это любимый, легендарный народный праздник Иван Купалов. Тут самую заветную ночь, когда очень многие любители острых ощущений и попытать судьбу и фортуну ищут цветущий папоротник. Да, действительно. Ну, давайте вспомним, как праздновали этот праздник жители Брянской области в этом году. И был ли найден тогда заветный цветущий папоротник? Празднование проходило на берегу озера между двух поселений Стародубского района. В этом году День Ивана Купалы совпал еще и с Днем Семьи Любви и Верности. Мне твои очи, с ними не страшны темные ночи. Народные гуляния – отличный повод познакомиться с историческим бытом Брянщины и ее традициями. На Брянщине свято чтят народные традиции, поэтому это одно из мероприятий, в которых есть возможность узнать о быте наших далеких предков, о культурных традициях. Собирается очень большое количество людей, которые радуются хорошей погоде, радуются каким-то новым знакомствам, встречают своих знакомых, друзей здесь и, естественно, вспоминают об историческом прошлом. Помимо песен и танцев на праздники работали и подворья – творческие площадки домов культуры стародубских поселений. Заместителя губернатора Брянской области Александра Коробко и главу стародубской администрации угостили караваем и квасом в хлебном даре. Стародубская земля, она всегда славилась хлебом. И наше подворье «Хлебный дар» представляет Мишковское сельское поселение. Вот у нас здесь представлены всевозможные колоссия различных злаков и различная выпечка из этих продуктов. И все это приготовлено силами нашего народного фольклорного коллектива «Ивушки». В семейном очаге показали Петра и Февронию. Как вы видите, наша семья называется «Поляна семейный очаг». А мы его сегодня назвали «День семьи, любви и верности», как как на Руси великий праздник. День святых Петра и Февронии. В чайном подворье почетных гостей угостили ароматным чаем и рассказали о положительном воздействии целебных трав. А в сельском дворике угостили медом. «Пчелки здесь живут резвые, да затейницы какие! Все, что пчелоньки дают, заходи и попробуй тут!» В целом, каждое подворье творчески подошло к самопрезентации. «Не просто отразили что-то, то, что есть сегодня, они отразили самобытность каждого населенного пункта. У нас каждого населенного пункта свое подворье, и они отразили самобытность каждого населенного пункта. Где-то населенный пункт славится медом, они нам показали много сортов меда. Где-то населенный пункт славится травами, они нам показали различные целебные чаи из трав. Здесь у нас также представлены работы наших местных мастеров нашего района. Работы представлены мастеров из области, и лозоплетения, и картины маслом, которые не отличишь от фотографии». Сама программа была разнообразной. Танцы, конкурсы, задорные народные песни, хороводы и, конечно же, прыжки через костер. Друзья, по традиции, 19 августа все православные христиане отмечают Спас. И это яблочный Спас, который вот уже который год, праздник, фестиваль «Яблочный Спас» проходит здесь, на Кургане Бессмертия, в самом центре столицы партизанского края. Совсем скоро праздник будет. Можно будет попробовать разные сорта яблок. Все районы Брянской области представят какой-то свой. Самый лучший. Еще можно будет отведать мед, еще можно будет отведать различные кулинарные, да и не только кулинарные продукты ресторанов города, которые будут приготовлены исключительно из брянских наших фермерских производителей и их продукции. Главное, чтобы с погодой повезло все-таки в этот день. Мы очень надеемся. Давайте вспомним, как проходил этот праздник в прошлом году. Праздник доброго кино «Яблок и меда» прошел в парке «Тысячелетие Брянска» в рамках второго областного фестиваля «Яблочный Спас». Тысячи гостей и жителей города отметили День преображения Господня и отдали должное новому урожаю. А началось все с колокольного звона и праздничной службы в храме Иоанна Воина. Молебен с водосвятием и освящением плодов провел митрополит Брянский и Севский Александр. Большая ярмарка спелых овощей и фруктов, выставка ремесел и декоративно-прикладного творчества, сувениры, детские площадки. В этом году фестиваль стал удачным примером государственно-частного партнерства. Брянские рестораны предлагали дегустировать пироги и десерты из яблок. Именитые шеф-повара дали несколько мастер-классов. Очень весело, очень все нравится. Мы пришли сюда с детьми, детям тоже все очень понравилось, весело. Правда, очень редко у нас проходят такие праздники, хотелось, чтобы было почаще. Очень много меда, очень много народу, яблок ассортимент большой. Все понравилось, и ярмарка, и выступления, все бесподобный праздник. Все и дети рады, и мы рады. В этом году мы первый раз пришли на этот праздник, нам все очень нравится. До этого он, видимо, так не освещался, как в этом году. В этом году он какой-то особенный. Просто сказочное, людей много, настроение отличное. И такой праздник, его нужно продолжать и продолжать. Задорные конкурсы, выборы лучшего яблока брянщины и яркая праздничная программа совпали еще и с открытием фестиваля «Доброго кино». Показ вдохновляющих мультипликационных и художественных фильмов в нашем городе стал возможен благодаря поддержке патриарха московского Ивсия Руси Кирилла и президента фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Вечернюю часть фестиваля на себя взяла команда телеканала «Брянская губерния» и радиостанции «Лафрадио Брянск». От смуглянки госпожи удачи и песенки «Красной шапочки» к хитам деликатесов, лисой Лапландии, стажаров и бабкиных внуков. Концерт в честь «Яблочного спаса» дали лучшие музыканты Брянской области. Мы этот праздник ждали целый год, потому что именно после этого праздника наконец-то можно кушать яблоки, есть виноград и прочие плоды. Это традиция русская, древняя, и мы ее почитаем, и чтобы она продолжалась из года в год, и все ее праздновали. Символом фестиваля стали растущие на Брянщине в изобилии яблоки, а сам он воплощением щедрости нашего края, широты русской души. Праздник объединил людей разных возрастов и профессий, национальностей и убеждений. Пожалуй, это и стало главной особенностью второго областного фестиваля «Яблочный спас». Друзья, Оксан, хочу сказать тебе, что в прошлом году мне удалось отведать одну из главных кулинарных особенностей этого «Яблочного спаса» – 15-метровый яблочный пирог. Ну и каким же он был на вкус. Прекрасно. Он был просто великолепен. Я надеюсь, что в этом году мне, конечно, удастся вновь его отведать. Поэтому, друзья, все на «Яблочный спас» собираемся на Кургане Бессмертия. Кстати, это не единственная интересная особенность, которую организаторы предлагают всем участникам фестиваля. Поскольку 19 августа на Кургане Бессмертия состоится праздничный концерт, приготовленный силами телерадиокомпании «Брянская губерния», «Лаврадио Брянск» и «Радио Дача Брянск». И не хотел, признаюсь откровенно, до этого момента я приоткрываю завесу тайны. Ну, видимо, настал тот черед. Друзья, да. 19 августа программа «Самый лучший день» будет проходить в прямом эфире телеканала «Брянская губерния» одновременно на Кургане Бессмертия. Все наши любимые артисты, все наши местные брянские исполнители, которых мы знаем всех наизусть, очень любим их творчество, примут участие в данной программе. А также вы, каждый из вас, сможет передать привет своим родным, близким, друзьям, знакомым и поздравить, конечно же, всех с праздником в рамках прямого эфира программы «Самый лучший день», которая 19 августа пройдет здесь, на Курганной смерти. Ну, это удивительная возможность просто. Я думаю, что каждый должен попытать счастье и воспользоваться ею. Безусловно. Друзья, приглашаем всех 19 августа на Курганной смерти, где состоится уже четвертый фестиваль «Яблочный спас». Одним из самых популярных мест развлечения сегодня являются кинотеатры. А у многих они ассоциируются с чем? С попкорном. Совершенно верно. Откуда же к нам пришел попкорн и откуда к нам пришло вот это увлечение? Родиной попкорна считают Центральную Америку. В конце 19 века была изобретена первая паровая машина для его изготовления, и воздушная кукуруза стала общедоступным лакомством. Многие кинотеатры делают попкорн одной из статей своего дохода. «Как трудно устоять в фойе, когда тебя просто так и манит». Чарующий аромат. И вот так сидишь, кино. Рядом с тобой хруст, треск и аромат. Ну куда без этого? Ну куда же без этого? А еще один бич кинотеатров – это звонки во время сеанса. Производители российского фильма «Гоголь» решили выпустить ролик на эту тему. Посмотрим фрагмент. Давайте. Алло. Да я в кино. Не-не, нормально, могу говорить. Чего? Чего? Мужик, проблемы? Друзья, пойдя в кино, на сеансы о которых расскажет программа «Афиша», обязательно вспомните об этом ролике и выключите мобильный телефон. «Афиша» Здравствуйте! Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Брянская губерния». О наиболее заметных культурных событиях на завтра – вторник, 8 августа. Расскажу вам я, Оксана Измерова. В городском выставочном зале проходит выставка «Салон. Летний вернисаж». Более 40 натюрмортов и пейзажей известных брянских художников – Решетнева, Луневского, Фетисова, Комарова, Мурашка и других. Непосредственность и поэтичность живой природы, а также смелость фантазии авторов – на выставке завтра с 10 до 19 часов. В музее «Братья Цкачевых» работает фотовыставка «Заповедные места Камчатка». Обнедышащие вулканы, суровые снежные вершины, горные озера и бурные реки, дикие звери и птицы, необычные растения создают неповторимую красоту полуострова. Поделились своими уникальными съемками известные фотографы-натуралисты. Выставка открыта с 10 до 18 часов. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» приглашает всех желающих посетить уникальное место, где осенью 1941 года были сформированы первые партизанские отряды. Вашему вниманию предстанут мраморные обелиски, воссозданные партизанские землянки, а также подлинные экспонаты музея партизанской славы и выставка боевой техники под открытым небом. Посетить мемориальный комплекс вы сможете завтра с 9 до 19 часов. Сергей Бодров-младший выбран символом кинофестиваля «Окно в Европу». По мнению продюсера фестиваля Геворга Нерсисяна, Сергей Бодров является единственной серьезной звездой российского кино. В программе около 130 фильмов различных жанров. А что завтра можно посмотреть в кино? Фантастический боевик «Темная башня». Главный герой единственный, кому под силу остановить человека в черном, прежде чем тот разрушит темную башню. В ролях Идрис Эльба, Мэтью Маконах и другие. Триллер «Похищение». В гонке по спасению своего ребенка ни скорости, ни риски не имеют никакого значения. В главной роли Холли Берри. Криминальный детектив «Ветреная река». На территории Индейской резервации опытный охотник берется помочь агенту ФБР в расследовании дела об убийстве. Английская драма «Леди Макбит. 19 век». Молодая девушка выходит замуж за мужчину вдвое старше себя. И очень скоро понимает, что любви и заботы ждать ей не стоит. Шарлиз Терон и Джеймс МакЭвой в боевике «Взрывная блондинка». Агент секретной службы Ее Величества отправляется в Берлин. Ей предстоит вернуть бесценное досье. Военная драма Кристофера Нолана «Дзюнкерк». Начало Второй мировой войны. История чудесного спасения более 300 тысяч солдат, попавших в ловушку на берегу моря. Семейный мультфильм «Заячья школа». Смотрите в кинотеатрах «Райпарк и Люксор». Мультфильм «Стань легендой». Бигфут младший. Жизнь обычного подростка переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что в его жилах течет кровь последних легендарных хранителей леса. Драма Софии Коппола «Роковое искушение» пройдет в кинотеатре «Люксор». Триллер «Ужас Амитивилля. Пробуждение» пройдет в кинотеатрах «Райпарк и Люксор». Фантастический боевик «Планета обезьян. Война». Армия генетически модифицированных обезьян вступает в схватку с армией людей. Борьба за правление на земле. Мультфильм «Гадкий я-3». Бывший злодей Грю решил полностью посвятить себя семье. Но тут возникает новый персонаж в его жизни – брат-близнец. Фантастический боевик «Человек-паук. Возвращение домой». Когда новый злодей угрожает уничтожить все, что дорогое Питеру Паркеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой. Российский фильм ужасов «Черная вода» пройдет в кинотеатре «Синемаклаб». Приключенческий боевик «Овердрайв» смотрите также в кинотеатре «Синемаклаб». Американская актриса Шарлиз Терон отмечает сегодня свой день рождения. Интересно, что родилась она в Южной Африке. И именно мать настояла на том, чтобы Шарлиз попыталась сделать карьеру в Голливуде. Для этого она купила ей билет в один конец. До свидания. Далее время информационной программы «События». Мы вернемся к вам уже через полчаса. Продолжение следует...